Так, и последнее видео на сегодня. 5 минут. В чем разница между мозгом и сознанием? Андрей Курпатов на QWERTY. Здравствуйте, это программа Игоря Разума, канал QWERTY. Меня зовут Андрей Курпатов, и здесь я отвечаю на ваши вопросы. Сегодня вопрос от Марии. Здравствуйте, Андрей Владимирович, меня зовут Маша, и у меня есть к вам вопрос. В чем разница между мозгом и сознанием? Некоторые говорят про бессознательное, про подсознание. Ну, как там вообще все устроено, и почему так? Александр, вы знакомы с экспериментом Лебета? Вряд ли. Может быть, слышал, может быть, нет. Не знаю. Давайте начнем с того, что восстановим справедливость. На самом деле, у слова сознание просто очень хороший пиар. А вот у этой штуки, у мозга, он не слишком, видимо, эстетичен. Пиар ужасный. А на самом деле, отношение между мозгом и сознанием является ключевой вещью, которую мы должны понять, если мы хотим понять собственное поведение. Когда мы говорим о сознании, мы обычно представляем себе что-то такое прекрасное, воздушное. Мы представляем себе все наши чувства, переживания, знания, мы... Ой, какой научно пошло сразу, видно, да, человек рационалист, умный. ...мысли и так далее, и думаем, что это и есть сознание. На самом деле, это не совсем так, а точнее, совсем не так. Так, фактом является то, что вы можете быть или в сознании, или без сознания. Когда вы спите, например, вы находитесь без сознания. Посмотрите на спящего человека и задумаетесь, в сознании ли он. Да, это он вел передачу, доктор Курбатов, это он, да. Вы ответите однозначно, он находится без сознания. Если вас ударить по голове тяжелым предметом, то точно так же вы можете оказаться без сознания. Сознание – это очень базовая, на самом деле, характеристика. И в свое время еще Пенфилд, замечательный нейрохирург, и это есть в книге «Мозг и тайны разума», вы можете об этом почитать. Я как раз по этой книге дискутировал с Александром Глебовичем Невзоровым в нашей... Ой, бля, да, с Невзоровым прямо об этом дискутировать только так надо. Он же профессионал, да, в этой теме. ...переписки на Ютубе. Есть указания на то, что наше сознание находится в стволе мозга, то есть в самой примитивной его структуре, вот где-то здесь. Че такое сознание, говори. Ну, Пенфилд высказывал эти предположения уже 50 лет назад, а сейчас нейрофизиологи, ученые с помощью современных методов доказали, что сознание – это очень примитивная штука, которая... Блядь, че такое сознание, уебок, блядь, говори сначала, перед тем, как ученые что-то доказали, дай определение сознанию. Че ты понимаешь под сознанием? Ну, и действительно находится в стволе нашей. Мне похуй, что доказали ученые до того момента, пока вы не скажете мне, что такое сознание. ...мозга. То есть на самом деле сознание – это такой выключатель. Ну, то включается, то выключается. А мозг... А-а-а-а, я понял, что он подразумевает под сознанием. Ну, то есть до того момента, как нас ударили по голове, по голове – бамс, типа. До этого мы в сознании, или до того, как мы спим, мы в сознании. А как только просыпаемся или очухаемся после того, как нас ударили, мы уже в сознании. Охуеть! Супер! Спасибо, наука! Я обожаю науку! Наука – это круто! Замечательно просто! Замечательно! Просто взяли термин сознания. Взяли термин сознания, вот так вот повернули его, поставили его раково, просто так... А-а-а! Сознание! Сознание! Блядь! Вот так сделали с сознанием ученые. Потрясающе! Обожаю науку! Наука – это супер, ребят! Я всегда так считал, и всегда буду так считать. Спасибо! Мозг – это такая огромная штука, которая работает, которая гудит, и о которой мы или имеем представление в бодрствующем состоянии, или если мы засыпаем... Блядь, если я открою Вики, там будет проблема сознания, разобрана с философских позиций, там будет куча определений. Там будет куча определений, прежде всего, философских, Владимир. Видим сны, например. Мы находимся без сознания, но при этом работа мозга продолжается. Вот оно, распиаренное сознание. Это на самом деле просто луч внимания, который высвечивает отдельные фрагменты в работающем мозге. И сейчас уже выявлено огромное количество ограничений, характеризующие наше сознание. Наше сознание, во-первых, немногозадачно. То есть вы не можете сознательно делать две задачи. Вот ваш мозг может одновременно делать кучу задач. Он может отфиксировать какие-то внешние проявления, он может идти, писать, совершать огромное количество действий одновременно. Сознание этого делать не может. Оно немультизадачно. Второе, что мы должны знать про ограничения сознания, это количество интеллектуальных объектов, которые используют сознание, принимая то или иное решение. Короче, ребят, смотрите, сознание находится у меня в хуе, ребят. Все. Только в хуе. Теперь все. Он находится там в хуе. Это очень примитивная зона вообще-то, да, такая вот. Но находится она в хуе. Все. Наука доказала. До свидания. Когда вы пытаетесь сознательно принять то или иное решение, вы на самом деле учитываете не больше трех компонентов ситуации. Все остальное в лучшем... Давайте даже загуглим сознание, раз уж вы тут загугли сознание. Сознание. Мысль-чувство. Например, способность мыслить, рассуждать и определять свое отношение к действительности как свойство высшей нервной системы человека. Сознание. Состояние психической жизни организма, выражающееся в субъективном переживании событий внешнего мира и тела организма, а также вообще в отчете, в отчете об этих событиях и ответной реакции на эти события. Например, ни одно определение не сводится к тому, что нас ударили по голове, и мы потеряли сознание. Владимир, вы понимаете, да, о чем речь? Вы понимаете, о чем речь? Курпатов – долбоеб. Конченый долбоеб. Вообще конченый долбоеб. В большой энциклопедии, энциклопедичном словаре сознание определяется как высшая форма психического отражения, свойственная общественно развитому человеку и связанная с речью. Идеальная сторона целеполагающей деятельности. При чем тут удар по голове? Да к тому, что Курпатов свел к нему все сознание. Вот при чем здесь удар по голове. Это единственное вообще, что нам дает понять, что он подразумевает под сознанием, ребят. В сознание просто не попадает. Вы его, вы это не видите. Когда ваш мозг продумывает какую-то историю, какую-то ситуацию, он может увидеть значительно большее количество параметров и учесть их, совершая соответствующее решение. И третье ограничение сознания – это продолжительность нашей мысли. Нам кажется, что мы мыслим большими, какими-то развернутыми нарративами, историями. Но правда состоит в том, что действительная продолжительность… Правда состоит в том, что ты умственно отсталый долбоеб, который подкинул нам вместо нормального определения сознания какую-то хуйню. Вот и все. Вот в чем здесь заключается правда. Вашей сознательной мысли – три секунды. Дальше мозг производит склейки. Он склеивает то, что ваше сознание успело за три секунды подумать. Это три секунды, три секунды, три секунды. И дальше они склеиваются в какую-то историю, которая кажется вам непротиворечивой. Что на самом деле не совсем так. Итак, наше сознание, хваленное, с таким прекрасным пиаром – это очень ограниченная штука. Самое важное, что у нас есть – это мозг. В сознании есть производная мозга. Представьте себе корову и молоко. Мозг – это корова. Представьте мне мой хуй и твой рот. Вот, вот так происходит. Кровь твою, блядь, сдохать, сдохать, сдохать. Вот так вот происходит это обычно. Он очень тупой, простите. Меня прям нервирует. Нахуя он использует филан? Я себе руку отбил, правда. Это молоко. Не, ну серьезно, ребята, он очень тупой. Я прям вот убиваю, насколько он тупой. Ладно, надо успокоиться, тихо. Ом, Курпатов тупой. У Курпатова даже кандидатской степени нет. Ом, ом, тише шадов. Это просто придурок по типу Невзорова. Ом, ом. Он просто дегенерат. Ом. 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 Все, я вернулся. Я абсолютно, я абсолютно здоров. О, это производная корова. Мы пытаемся влиять на сознание, чтобы изменить что-то в своем поведении, чтобы изменить наш мозг. И постоянно сталкиваемся с проблемами. Понимаете почему? Потому что влияя на молоко... Потому что какие-то дегенераты подменяют определение... Подменяют определение сознания внезапно, а потом делают вид, что они раскрыли всю истину о сознании и думают, что все теперь понятно, легко и замечательно. Вот в чем проблема. Вы вряд ли можете повлиять на корову. Поэтому понимать механизмы работы мозга это крайне важная штука. Понимать отношения между мозгом и сознанием это то, что позволяет вам действительно влиять на вашу жизнь. Обожаю, блядь, науку. Просто охуеть, нахуеть. Зайбись. Сейчас вышла моя новая книга, называется «Красная таблетка». Посмотри правде в глаза. Правда состоит... Ну, он прав в том, что сознание – производное мозга. Ну, может быть, он и прав в этом. Опять же, спорно с точки зрения философии, в общем-то. Можем поспорить, можем поспорить. Но... Он тут не прав с точки зрения терминологии, когда определил, что конкретно производит сознание. Потому что сознание... Смотря с какому определению мы подарем к сознанию, это чаще всего подсознание подразумевается высшая нервная деятельность, которая в коре головного мозга производится, по сути, по логике ученых. Он здесь определил сознание, как удар по голове. Удар по голове. Вы лишились сознания, когда вас ударили по голове? Как только вы проснулись, там пришли в себя, такой... Хух. Хух, все, я в сознании. Вот он так трактует сознание. Кто так еще делает в европейской традиции? Никто. Вот так вот, друзья, вот так вот. Ну, то есть он просто взял обывательское понимание сознания, просто достал его из жопы, вот так вот. Из жопы деревенщины какого-то там достал, засунул руку вот так вот по локоть в жопу ему и достал оттуда понятие сознания. Вот так вот достал его и говорит, смотрите, друзья, смотрите. Смотрите, вот сознание. Нет, это был не пример Ярик, это было определение практически. Это было определение. Он попытался определить, объяснить, что такое сознание. Вот именно вот это вот нахождение в сознании без сознания, как это в обывательском языке, короче, появляется обычно. Ну вот в таком смысле, в таком смысле, сознание, ну, видимо, есть только вот в данном отделе мозга. Может быть, да, вполне возможно. Почему бы и нет? Это в том, что мы это наш мозг. Ну просто этот долбоеб подменил понятие сознания. И мы должны научиться им правильно пользоваться. И может быть, главный секрет... Ну ты не научился, чувак. Ты не научился. Это в том, что нужно с большой осторожностью относиться к тому, что мы о себе думаем. К терминам, которые мы выбираем, например, нужно с большой осторожностью относиться, потому что, ну, за это тебя могут изнасиловать во все щели. Думаем. Важно смотреть за тем, что мы делаем. Только в этом случае мы начнем понимать, что наш мозг хочет на самом деле. Вот такой мой ответ сегодня. Это была программа Игры Разума. Канал Кверти. Меня зовут Андрей Курпатов. Я жду ваших следующих вопросов. И мы встретимся через какое-то время. Ну, это точно идет в хайлайты, я думаю. Ладно, друзья. На сегодня, видимо, мы заканчиваем. Хайлайты Курпатов. Ну, Курпатов точно в хайлайты идет. Это был топовый эфир, как бы. Продолжение следует... Продолжение следует...